Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни». О душе и ее перевоплощениях доктор Кавур пишет. Я не располагаю никакими вескими основаниями и доказательствами, чтобы поверить в это. Это заявление в очередной раз показывает ограниченность и несовершенство, а следовательно бесполезность непосредственного чувственного восприятия в сфере, лежащей за пределами его компетенции. Доктор Кавур поступил бы гораздо осмотрительнее и в большем соответствии с профессиональной этикой, Если бы вместо того, чтобы глупо заявлять «Я не верю, что обладаю душой или духом, переживающим смерть моего тела», он признал бы свою неспособность разрешить этот вопрос доступными ему методами. Существует душа, которая перевоплощается, и существует верховная душа, Бог. Однако мы должны отметить, что душа принципиально отлична от материи, поэтому для обнаружения души и познания ее природы не могут быть применены методы материальной науки. Это не означает, однако, что данный вопрос открыт для выдвижения всевозможных измышлений и ни на чем не основанных предположений, как это стало модно в наши дни. Точно так же существует материальная наука, имеющая дело с материальными явлениями. Есть и духовный, научный метод, позволяющий тому, кто его применяет, проникнуть за пределы грубой и тонкой материи и непосредственно убедиться в существовании души, понять, каким образом она перевоплощается и в каких взаимоотношениях находится с Богом, верховной душой. Настоящий ученый никогда не стал бы опрометчиво заявлять «Я не верю в существование души или духа, который переживает смерть моего тела». Вместо этого он с радостью воспользовался бы общепринятыми методами, одобренными уважаемыми и признанными представителями духовной науки. Такой искренне стремящийся установить истину ученый в интересах науки поставил бы над собой эксперимент, безоговорочно подчинившись условиям, которые диктует этот метод. Только тщательно проверив под руководством авторитетного профессора духовной науки на самом себе все имеющиеся методы, он взял бы на себя смелость судить об этом предмете. Подлинная научная методология подразумевает построение теории, наблюдения и эксперимент. И все эти методы в равной мере применимы в духовной науке. Жизнь не возникла в результате соединения химических веществ, как уверяют нас некоторые ученые. Наоборот, жизнь порождает материю. Живой мужчина и живая женщина в момент сексуального акта становятся причиной появления живого ребенка. Мертвый мужчина и мертвая женщина не способны дать жизнь потомству. Живое дерево может принести плод. Мертвое же дерево не обладает такой способностью. Жизнь отличает от смерти присутствие души, которая описывается в Бхагавадгите как высшая энергия. Именно эта высшая энергия проявляет все, что доступно нашему восприятию. Если жизнь всего-навсего сочетание химических соединений, как предполагают некоторые ученые, то почему же наука не может ввести в мертвое тело оживляющий химический препарат и сделать человека бессмертным? Если дать ученому химические вещества, входящие в состав материального тела, сможет ли он, соединив их, создать жизнь? В ответ на подобные вопросы ученые-материалисты обычно отвечают «Мы пытаемся, мы сделаем это в будущем». Но это не наука. Эти ученые гордо заявляют «Души нет, Бога нет, все возникло случайно». Но когда их просят обосновать свои утверждения, они могут предложить только чек, подлежащий оплате в будущем. «Мы пытаемся, мы добьемся этого в будущем». Будучи типичным ученым-материалистом, доктор Кавур прибегает к такому же обману, говоря, недалеко то время, когда человек сможет применить свои достижения в генетике, чтобы качественно улучшить свой род. «Я бросаю вызов доктору Кавуру. Пусть он введет в мертвое тело соответствующие химические вещества и вернет его к жизни. Или пусть введет соответствующие химические препараты в свой организм, чтобы предупредить собственную смерть и восстановить свое старое и изношенное тело, вернув ему блеск и красоту юности. Если он сочтет эту задачу слишком трудной, то, может быть, он способен создать какую-нибудь простейшую форму жизни, скажем, комара или клопа. А еще лучше, если он заново соединит все химические вещества в теле богомола которого обезглавил, как он поведал в своей статье, и вернет его к жизни. Или наука доктора Кавура это улица с односторонним движением в сторону уничтожения жизни. Но, может быть, наука еще не готова за один прием создать жизнь в законченной форме. Если это так, то пусть доктор Кавур просто сделает пластмассовое яйцо, введет в него белые и желтые химические вещества, поместит это искусственное яйцо в инкубатор, а затем получит хоть одного цыпленка, который мог бы нести яйца и высиживать своих цыплят. Но даже эта задача может оказаться непосильной для доктора Кавура. Тогда пусть он попытается произвести хоть каплю молока или зернышко риса с помощью химической реакции. Вот когда его можно было бы принимать всерьез. Конечно, все знают, что эти задачи не по плечу даже самым могущественным так называемым ученым. В своем следующем выступлении доктор Кавур, несомненно, прольет на читателя целый поток витиеватых слов, чтобы скрыть за ними свое поражение. Но все его речи можно будет свести к одному. Мы сделаем это в будущем, мы пытаемся. И какими бы словами он это ни сказал, от этого блеф не перестает быть блефом. Хамсадута с вами Махаканта Дас Международное общество сознания Кришны Доктор Кавур протестует Статья доктора Кавура В статье о заглавленной «То, чего не может наблюдать доктор Кавур» Санди Таймс за 21 августа, господа Махаканта Дас и Хамсадута с вами, последователей культа Харе Кришна, показали свое ужасающее невежество в таких отраслях современной биологии, как биохимия, молекулярная биология, нейробиология, евгеника, генная инженерия, внеутробное оплодотворение, портеногенез и так далее. Из их статьи становится ясно, что они приравнивают жизнь к уму и несуществующему духу или душе. Не похоже, что им известно, что умом наделены только те животные, которые имеют нервную систему, и что умственные способности животных разнообразны и находятся в прямой зависимости от степени развития их нервной системы, тогда как жизнь есть у всех организмов. Несмотря на убеждения миллионов верующих, на протяжении тысячелетий не получено никаких биологических доказательств наличия у организмов души. Господа Дассы с вами утверждают, что по мнению профессоров духовной науки существует душа, претерпевающая перевоплощение, и существует высшая душа, Бог. Я бы хотел знать, на основании каких объективных данных эти так называемые профессора делают свое фантастическое заявление. Согласно обоим авторам, жизнь предшествует материи. Они говорят, жизнь возникла не в результате соединения химических веществ, как уверяют нас некоторые ученые, наоборот, жизнь порождает материю. Основным источником жизни на планете Земля является Солнце. Солнечная энергия накапливается в зеленых растениях, а затем в результате цепи химических реакций, называемых фотосинтезом, солнечный свет преобразуется в химическую энергию. Остальные организмы отличные от растений, получают энергию, питаясь зелеными растениями или животными, питающимися зелеными растениями. Эта пища является топливом, снабжающим организмы жизненной энергией. Энергия в пище высвобождается путем ее медленного окисления в процессе дыхания. Даст и с вами утверждает, что в силу несовершенства своих сенсорных возможностей, ученые, в отличие от духовных ученых, не способны постичь истинную природу вещей. Но разве сенсорные возможности этих псевдоученых превышают сенсорные возможности истинных ученых? Или же так называемые духовные ученые обладают какой-то иной формой восприятия, чем сенсорная? Получить знания и образование с помощью медитации, являющейся лишь формой самогипноза, невозможно. Даст и с вами спрашивают, могут ли ученые сделать так, чтобы из пластмассового яйца вылупился цыпленок? Я не знаю, известно ли им, что ученые создали более десяти элементов, таких как фермий, плутоний и Эйнштейней, которые Бог не мог создать, поскольку не был знаком с технологией, используемой для их создания. Знают ли эти двое об успехах шри-ланкийского ученого-доктора Сайрила Палмамперума и индийского ученого-доктора Бала Гобинда Кораны, лауреата Нобелевской премии? Этим ученым удалось синтезировать аминокислоты, строительный материал живой протоплазмы из неорганических веществ, воспроизведя условия, существовавшие в первичной атмосфере Земли? Известно ли им, что человеческая сперма может оплодотворять человеческую яйцеклетку и в пробирке, и что человеческий зародыш может развиваться в искусственной матке или в матке специально нанятой женщины? Среди животных, эволюционировавших на этой планете, человек единственное, которое успешно продвинулось во всех сферах деятельности. Это было достигнуто благодаря знаниям и науке. В то время, как все организмы продолжают жить, как жили миллионы лет тому назад их предки, человек прошел путь от пещерного жителя до современного космонавта, используя науку и технику, не прибегая ни к помощи Бога, ни к знаниям, изложенным в каких бы то ни было писаниях. Достижение медицины и социального обеспечения помогает все большему числу неполноценных людей выжить и произвести потомство будущих граждан, также неполноценных. Достигая близкую цель, мы ставим под угрозу более отдаленную. Правительства будущего не собираются позволять неполноценным людям плодить неприспособленных к жизни детей под предлогом того, что жизнь якобы происходит от высшей души. Именно благодаря своей уникальной способности творчески мыслить, человек преуспел в борьбе с законами природы. Высокоразвитые полушария головного мозга и глубокие извилины на его коре дают человеку возможность мыслить творчески. Ученые, как правило, мыслят объективно, потому что в своих рассуждениях опираются на эмпирическое знание. А мистики и ясновидцы, так называемые духовные ученые ДАС и СВАМИ, обосновывают свои рассуждения субъективными ощущениями. Книги по химии, физике, математике, географии, истории, геологии, антропологии, палеонтологии, инженерии, медицине, астрономии и так далее, плоды труда объективных мыслителей. С другой стороны, такие книги, как «Тысяча и одна ночь», «Путешествие Гулливера», «Сказки», «Махабхарата», «Ромайена», «Библия», «Коран», «Путешествие Пилигрима», также «Астрология», «Хиромантия», «Теология», «Демонология» и так далее, являются продуктами субъективного мышления. Первые основаны на фактах, а вторые на вымысли. Вот некоторые из замечательных достижений человечества за последние годы. Высвобождение атомной энергии, полеты в космос, высадка на Луне, пересадка органов, спутниковая связь и так далее. И все это достигнуто благодаря науке. Повредившиеся в уме интеллектуалы не стесняются повсюду распространяться о своих галлюцинациях и часто становятся основателями и проповедниками самых разных религиозных культов. Доктор Абрахам Кавур Санди Таймс 4 сентября 1977 года Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» Вызов остается в силе Гамсадута Свами Прежде всего, следует отметить, что доктор Кавур поступил именно так, как я предсказывал свои предыдущие статьи. Он обрушил на читателя потоки слов и жонглировал ими, избегая ответа на главный вопрос. Если жизнь произошла в результате случайных биохимических реакций, как утверждают некоторые ученые, может ли ученый Кавур, имея под рукой набор необходимых химических веществ, вдохнуть в них жизнь? Но вместо ответа на этот вопрос, он находчиво заявил, ученые создали более десяти элементов, таких как ферми, Плутоний и Эйнштейней. Но этим элементам далеко до живых существ. Доктор Кавур говорит, что доктор Сайрил Палмамперума и доктор Балгобинт Корана, лауреат Лобберевской премии, синтезировали строительные блоки живой протоплазмы. Если это действительно так, почему доктор Кавур не примет вызова и не создаст из этих строительных блоков живой организм, мой вызов остается в силе. Что касается выращивания младенцев пробирки, то это осуществимо лишь при наличии спермы и яйцеклетки живых мужчины и женщины. Другими словами, так называемое ученое не в состоянии создать семя жизни, необходимое для того, чтобы произвести на свет младенцев пробирки. Тогда в чем же их заслуга, даже если они вырастят ребенка в пробирке? Бог уже производит на свет ежедневно миллионы младенцев в естественной пробирке материнской утробе. С другой стороны, ученые убивают тысячи младенцев в очреве матери, делая аборты, и называют это научным прогрессом. Утверждение доктора Кавура о том, что ученые являются объективными мыслителями, потому что в своих рассуждениях опираются на эмпирическое знание, только подкрепляет главный тезис о том, что душа находится за пределами возможностей ограниченного чувственного восприятия. Поэтому для ее изучения необходим совершенно иной подход. Слово «эмпирический» означает «основанный на наблюдении и эксперименте». Наблюдение и эксперимент осуществляются с помощью ограниченных чувств, поэтому выводы, сделанные на основе результатов экспериментов, также должны быть ограничены и несовершенны. Таким образом, душа и Бог фактически недоступны наблюдениям доктора Кавура. Отчего же он так упрямец? Чтобы понять это, достаточно обладать просто здравым смыслом и не более того. Доктор Кавур говорит, «Именно благодаря своей уникальной способности творчески мыслить, человек преуспел в борьбе с законами природы». Только глупец может сделать такое нелепое заявление. Законы природы вынуждают каждого пройти через старость, болезни и, в конце концов, смерть. Природа в облике всепожирающей смерти стаскивает со сцены жизни даже самых могущественных завоевателей мира. Станет ли доктор Кавур первым живым существом в истории, которое не умрет? Поживем, увидим». В заключение доктор Кавур говорит, «Вот некоторые из замечательных достижений человечества за последние годы. Высвобождение атомной энергии, полеты в космос, высадка на Луне, пересадка органов, спутниковая связь и так далее. Всем известно, первое, что сделали ученые, открыв атомную энергию, изобрели атомную бомбу и, без лишних слов, сбросили ее на Японию, уничтожив в один миг десятки тысяч невинных жертв. Ничего не скажешь, замечательное достижение. Ценой миллиардов и миллиардов долларов, многих лет исследований и напряженного труда, ученые якобы побывали на Луне. Разумеется, все, что они привезли оттуда, это несколько расплывчатых фотографий, горстка камней и сообщения о том, что на Луне ничего не растет. А теперь они хотят еще больше денег, чтобы отправиться на Марс. Что в этом замечательного? Это полное безумие. На нашей планете Земля миллионы людей не имеют пищи, крова, не получают элементарного образования. Ученые заслуживали бы больше уважения, если бы вместо того, чтобы тратить миллиарды долларов на доставку камней с Луны, использовали заработанные тяжелым трудом деньги налогоплательщиков для облегчения положения людей на Земле. Камни остаются камнями, откуда бы их не привезли, из Китая, с Луны или с Марса. Или, может быть, наука способна с помощью химических препаратов превратить камни в хлеб и сыр? Теперь о главном. Доктор Кавур спрашивает, на основании каких объективных данных мы делаем фантастические заявления о том, что и жизнь, и материя происходят из жизни, что существует душа, которая перевоплощается, и высшая душа – Бог. Как говорят, клин клином вышибают. Поэтому я могу просто отослать доктора Кавура к авторитетным, рациональным и сугубо научным данным, полученным тремя исследователями, имеющими докторские степени и являющимися сотрудниками Института Бактивиданте. Изучив представленные ими доказательства, истинный рационалист согласится с их выводами о том, что жизнь никогда не возникает из материи, а только из жизни. Хамсадута с вами Искон Шри-Ланка. После того, как Санди Таймс поместила эту полемику на своих страницах, движение Харе Кришна публично бросило вызов доктору Кавуру, предложив доказать свое утверждение о том, что жизнь возникает в результате случайных биохимических реакций. Международное общество сознания Кришны предложило доктору Кавуру 500 тысяч рупий 60 тысяч долларов за создание любой формы жизни мыши, кошки, комара или другого видимого невооруженным глазом существа из химических соединений. Санди Таймс поместила следующую заметку. Первосвященник рационалистов Шри-Ланки доктор Абрахам Кавур, который в течение десятилетий бросал людям вызов, требуя доказательств существования Бога, души и ее перерождений, переживает сейчас трудные дни. ИСКОН, Международное общество сознания Кришны, бросает вызов доктору Кавуру, предлагая ему аргументировать свое утверждение о том, что жизнь произошла из материи. Мы, участники движения Харе Кришны, открыто бросаем ему вызов и предлагаем произвести любую форму жизни, хотя бы комара, смешав между собой любые реактивы. Если он не сможет подкрепить свою теорию доказательствами, он должен замолчать навсегда, заявляют члены ИСКОН. Они будут ждать доктора Кавура в холле миссии Рамакришны 20 сентября в половине седьмого вечера. Вход бесплатный. Пока газеты обсуждали это событие, Хамсадута с вами и доктор Кавур снова скрестили шпаги, вступив друг с другом в личную переписку. Часть этой переписки публикуются ниже. Хамсадута с вами доктору Кавуру. Дорогой доктор Кавур, подумав, я решил написать вам еще несколько слов относительно существования Бога, души и ее перерождения. Я полагаю, эти соображения будут вам интересны. Самая большая болезнь, овладевшая умами ученых, это то, что они не верят в реальность какого-либо явления, пока она не доказана научными экспериментами. Когда ученый утверждает что-либо и подкрепляет свое утверждение научным экспериментом, ни у кого не остается сомнений в его правоте, и все вопросы отпадают. Когда мы говорим таким ученым о душе, как правило, они задают один и тот же вопрос. Как можно обнаружить присутствие души? Поскольку им все время приходится иметь дело с приборами, их интересует, можно ли обнаружить душу с помощью научных экспериментов. Однако ученые должны согласиться, что даже в их собственной сфере науки многие факты невозможно доказать экспериментально. Душе существует, это факт. Но чтобы понять это, мы должны получить знания из компетентных источников от Шри Кришны, Бога или Его представителя в цепи ученической преемственности, то есть от духовного учителя. В научных кругах каждому известно, что математики оперируют мнимой единицей и являющейся квадратным корнем из минус единицы. Корень квадратный из минус единиц равняется и. Этого числа нет в натуральном ряду чисел 1, 2, 3 и так далее. Однако такие важные разделы математики, как, например, теория аналитических функций, основаны на мнимой единице. Без помощи этого раздела математики невозможно обосновать различные сложные теории и решать сложные математические проблемы. Таким образом, никто не может подвергать сомнению существование этого числа, однако это невозможно подтвердить экспериментально. Другой аналогичный пример. В статистической механике ученые для обоснования своих теорий также используют разные умозрительные модели, к примеру, ансамбли. Все это выходит за пределы экспериментальной науки. Если ученые согласны принять эти воображаемые и умозрительные модели, то почему им трудно принять совершенные знания, исходящие от Господа Кришны, высшего авторитета в науке. Еще одной научной теорией, не поддающейся экспериментальной проверке, является принцип неопределенности Гейзенберга. Этот принцип гласит, что невозможно одновременно определить положение и количество движения какого-либо объекта. На языке математики это утверждение звучит следующим образом. Произведение погрешности в измерениях положения объекта и его момента, произведение массы объекта на его скорость, не может быть меньше постоянной планка. Ни одним из существующих экспериментальных методов невозможно доказать этот принцип. однако ученые всего мира принимают это утверждение как факт, отдавая себе отчет в том, что его экспериментальное доказательство невозможно. Аналогично этому, никакими научными экспериментами невозможно доказать третий закон термодинамики. Этот закон в формулировке Планка гласит, что энтропия идеального кристалла при абсолютном нуле равна нулю. На самом деле невозможно непосредственно измерить абсолютную величину энтропии. Следовательно, доказательство этого закона выходит за пределы возможностей экспериментальной науки. Следует также отметить, что так называемые научные теории постоянно меняются. Например, в начале девятнадцатого века, 1808 год, Джон Дальтон, развивая свою атомистическую теорию, утверждал, что атомы неделимы. Однако к концу девятнадцатого началу двадцатого века было доказано, что атомистическая теория Дальтона больше не может считаться верной. Наблюдения показали, что атомы, в свою очередь, состоят из таких элементарных частиц, как электроны, протоны и нейтроны. Было также установлено, что некоторые атомы способны испускать альфа- и бета-частицы, превращаясь таким образом в новые атомы и так далее. фактически так называемые атомные бомбы результат этих открытий. Другой пример. На протяжении восемнадцатого девятнадцатого столетий законы ньютоновой механики имели огромное влияние на умы ученых, поскольку они приложены к макроскопическим материальным объектам. Но в начале двадцатого столетия с открытием элементарных частиц стало ясно, что механика Ньютона непригодна для описания движения этих частиц. Тогда для объяснения этих явлений была разработана квантовая механика. Эти теории полны предположений и постоянно меняются. Нетрудно догадаться, что будущее научной теории ожидает та же судьба, что и теории прошлого и настоящего. они тоже будут меняться. Это лишний раз доказывает, что умы высокоуважаемых ученых несовершенны, в результате чего теории, выдвинутые ими, обречены на несовершенство. На самом деле совершенное знание не может меняться. Ну, для того, чтобы его получить, необходимо обратиться к совершенному источнику. Этим источником является Кришна и ведическая литература. Конечно, человеку с научным складом ума, как у вас, привыкшему все проверять с помощью научных приборов и так называемых логики, разума, дедукции, гипотез, теорий, это утверждение может показаться неправдоподобным, но тем не менее это факт. Это может понять всякий, кто обладает достаточно научным складом ума, чтобы поставить эксперимент на себе под руководством осознавшей себя души, следуя принципам, рекомендованным ведами. Этот процесс действительно очень практичен. Духовный учитель предписывает метод духовной дисциплины и ученик практикует его, следуя данным ему предписаниям. Если ученик на своем опыте убеждается, что это приносит предсказанные результаты, он делает вывод, что духовный учитель прав. Если духовный учитель истинный, то результат будет положительный. Такой подход сравним с тем, как добросовестный ученый сообщает о полученных им результатах обязательно при этом приводя методику эксперимента. Тот, кто хочет проверить его результаты, может сам поставить тот же эксперимент. Когда один и тот же результат воспроизводится несколькими исследователями, его принимают за научный факт. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Иго Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Жизнь Происходит Из Жизни» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги «Иго Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Жизнь Происходит Из Жизни» В заключении я бы хотел отметить, что если человек верит в то, что жизнь происходит из материи, а не из духа, то его значительно меньше заботят вопросы нравственности. Если жизнь это всего-навсего сложное сочетание случайно химических реакций и не существует ни верховного сознания, ни творца, ни верховного властителя, то какой смысл следовать моральным ограничениям? Эта философия не нова. Эпикур в Древней Греции утверждал, что все существующее лишь комбинация атомов и пустоты. Сегодня эпикурейцем называют того, кто главным образом наслаждается вкусной пищей и вином. Сам собой напрашивается вывод. Философия, утверждающая, что случайные биохимические реакции являются источником жизни, ведет к неограниченным чувственным наслаждениям, но это ни в коей мере не научно. Ярким примером того, насколько деморализующей и порочной этой философии, является повсеместно распространившаяся практика абортов. поскольку людей убедили в том, что эмбрион фактически является неживым существом, а всего лишь сгустком безжизненных химических соединений, они безжалостно убивают своих неродившихся детей в утробе. Мне было бы очень интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Если у вас все еще есть какие-нибудь сомнения, я готов продолжать дискуссию. Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. С уважением. Хамсадута с вами. Доктор Кавур Хамсадуте с вами. 10 сентября 1977 года. Шри Ланка. Уважаемый мистер Хамсадуте с вами. Из вашего письма становится ясно, что мне, чья философия опирается на имеющиеся в распоряжении науки данные, и вам, чья вера основана на сомнительных писаниях, называемых ведами, бесполезны пытаться убедить друг друга. Если вы настаиваете на том, чтобы я обосновал свое мнение о происхождении жизни из инертных веществ в результате химической эволюции, проходившей в подходящих для этого условиях, продемонстрировав это публично, я тоже вправе попросить вас обосновать вашу точку зрения о том, что все существующее является творением Бога, и что процесс созидания не прекращается ни на мгновение, продемонстрировав это публично. Пока вы с вашим Богом не продемонстрируете это, не ожидайте этого и от меня. Что касается моих взглядов, то я уверен, что Вселенная это всего лишь материя и энергия во времени и пространстве. Вопрос о Творце лишен смысла, поскольку материя, энергия, пространство и время не имеют ни начала, ни конца. Разнообразные формы земных организмов, как вымершие, так и ныне существующие, являются продуктами, длящиеся миллионы лет биологической эволюции макромолекул белка, образовавшихся на Земле в результате химической эволюции, проходившей при определенных благоприятных условиях. Можете ли вы мне сказать, кто сотворил вашего Бога и где Он был до создания Вселенной? Ваш в поиске истины доктор Абрахам Кавур. Хамсадута с вами доктору Кавуру. 15 сентября 1977 года Шри-Ланка. Дорогой доктор Кавур, я получил ваше письмо от 10 сентября 1977 года и внимательно прочел его. Вы говорите, что нам бесполезно пытаться убедить друг друга в своих взглядах. Если это так, то какой смысл в вашей науке, рационализме и поиске истины? Последние слова вашего письма, ваш в поиске истины, указывает на то, что вы еще не нашли истину. В этом ваш недостаток. Еще не найдя истины, вы держитесь и говорите так, будто она вам известна. Первый афоризм Веданта Сутры гласит, в человеческой форме жизни надо вопрошать об абсолютной истине Боге. Вы не знаете, кто такой Бог? Однако, несмотря на это, пишите, вопрос о Творце лишен смысла. Разнообразные формы земных организмов, как вымершие, так и ныне существующие, являются продуктами длящейся миллионы лет биологической эволюции макромолекул белка, образовавшихся на Земле в результате химической эволюции, проходившей при определенных благоприятных условиях. Проще говоря, вы хотите сказать, что жизнь является продуктом случайных биохимических реакций. Если это факт, и утверждая это вы хотите укрепить свою репутацию рационалиста, ученого и искателя истины, то почему вам никак не удается смешать несколько химических веществ и оживить их, как я неоднократно вам предлагал? Вы утверждаете, что ваша философия основана на имеющихся в распоряжении науке данных. Но какие научные данные доказывают то, что жизнь произошла из химических веществ? Смешайте эти вещества и докажите это. Вы говорите, что касается моих взглядов, то я уверен, что Вселенная это всего лишь материя и энергия во времени и в пространстве. Но откуда берется эта материя и энергия? Не приводя никаких доказательств, вы утверждаете, вопрос о Творце лишен смысла, поскольку материя, энергия, время и пространство не имеют ни начала, ни конца. Но следом за этим сами задаете мне вопрос, кто сотворил вашего Бога и где он был до создания Вселенной? Ваши утверждения непоследовательны. Сначала вы говорите, что материя, энергия, время и пространство не имеют ни начала, ни конца. Затем спрашивайте меня, кто сотворил вашего Бога и где он был до создания Вселенной? Это очевидное противоречие. Оно показывает, что вам еще предстоит долгий путь в поисках истины. Итогом всех поисков истины должно быть понимание того, что вершиной всех знаний является мудрость свет. Слово веданто означает венец знаний. Вместо того, чтобы доказать свои фантастические утверждения, вы пытаетесь затуманить предмет нашего обсуждения, бросая нам ответный вызов и призывая Бога сотворить жизнь. это тактика нищего, который, представ перед судом, требующим указать источники его дохода, настаивает на том, чтобы сначала правительство указало источники своего дохода. Такое требование едва ли будут принимать всерьез. Согласно римскому, греческому, английскому, американскому и международному праву, приводить доказательства должен истец, а не ответчик. Вы обвиняете веды в том, что знания, изложенные в них, сомнительны. Бога в том, что он плод воображения, а тех, кто идет за Богом и ведами, в умственные неполноценности, глупости, лжи, догматизме и фанатизме. Но вы обязаны доказать все это. Не представляя никаких доказательств, без всякого на то основание вы заявляете, вопрос о Творце лишен смысла. Все является результатом случайных биохимических реакций. По-вашему, я должен слепо соглашаться с этим? Вы обязаны привести доказательства. Смешайте химические вещества и создайте жизнь. Вот это будет научным доказательством. Но ни один ученый не может создать из химических веществ даже ничтожного комара. Таким образом, выходит, что не мы, а вы умственно неполноценны, догматичны и фанатичны. Ученым нравится дискредитировать веды, говоря, что они написаны суеверными аборигенами. Но что это были за аборигены, которые писали на языке столь совершенном по своему грамматическому, композиционному, поэтическому и метрическому строю, что ученым требуется двенадцать лет, чтобы овладеть только его грамматикой? Что это были за аборигены, которые тысячелетия назад установили единицы времени, начиная от одной тысячной секунды и кончая продолжительностью существования Вселенной? Что это были за аборигены, которые тысячи лет назад смогли описать все планеты, только недавно открытые современными учеными? Где найти сегодня такого ученого, который бы так совершенно описал процесс зачатия в материнском чреве, как это сделали так называемые аборигены в ведическом обществе тысячи лет назад? Как удалось этим нецивилизованным аборигенам систематизировать и перечислить в ведах разнообразные виды живых существ, которых в общей сложности насчитывается 8 миллионов 400 тысяч? Каким образом веды, которые, по-вашему, являются сомнительными писаниями нецивилизованных аборигенов, могут содержать систематизированную информацию о таких предметах, как музыка, медицина, искусство, политика, архитектура, военное искусство и психологию? Как могли нецивилизованные аборигены владеть искусством чтения и письма, не говоря уже о том, чтобы описать структуру атома и атомную энергию? Как они могли описать орбиты, по которым вращаются планеты, их размеры, затмения, размеры Вселенной, и как они могли дать описание души и сверхдуши Бога? Если Кришна индусский туземный Бог, тогда почему такой ученый, как Оппенгеймер, отдавал ему должное, изучая поведанную им Бхагавадгиту? Почему Эйнштейн, Шопенгаур, Кант, Гегель, Эмерсон, Торо, Швейцер и десятки других ученых, более крупных и знаменитых, чем вы, читали ведическую литературу, особенно Бхагавадгиту, если эти книги полны суеверий и безумных идей отсталых аборигенов? Кто для вас является авторитетом? Вы считаете себя выше Бога? Неужели вы думаете, что эти высокообразованные и почитаемые всеми людьми были глупцами и мошенниками, которым больше нечего было делать, как тратить свое драгоценное время на чтение писаний нецивилизованных аборигенов? Или, может быть, все же веды это книги знания, которые на заре творения были поведаны самим Богом и передавались из поколения в поколение традиционным ведическим путем по цепи ученической преемственности, о которой вам, к сожалению, ничего не известно? Как ученому, вам следовало бы найти время для того, чтобы честно изучить веды и оценить их по достоинству, отбросив все свои предубеждения, являющиеся результатом несовершенных предположений и экспериментов. Как бы люди не высказывались за или против существования Бога, главной темой является Бог? Вы говорите, «Я надеюсь, вы понимаете, что в науке не принято доказывать то, чего не существует». Но мы видим, что так называемый ученый изо всех сил старается доказать, что Бога не существует. Если Бога не существует, зачем тратить свое время на доказательство этого? Согласно логике, невозможно постичь то, чего не существует. Если несуществующее явление непостижимо, то какой смысл даже обсуждать его, принимая или отвергая? Многие так называемые ученые страдают особым видом помешательства. Оно состоит в том, что они никак не могут отделаться от мыслей о Боге, которого, по их мнению, не существует. Мы видим, что цель их научных изысканий сводится к тому, чтобы оправдать свой бунт против власти Бога и авторитета Писаний, пытаясь найти альтернативную причину возникновения жизни и сотворения мира. Но как бы этим ученым не хотелось верить, что жизнь произошла из инертных химических соединений, никто никогда не наблюдал ничего подобного. Следовательно, наука, основанная на подобных убеждениях, может быть наукой лишь глупцов. Мой вызов остается в силе. Вы или любой другой ученый, утверждающий, что жизнь произошла из химических соединений, должны смешать их и создать жизнь. Почему вы не можете этого сделать? Вы говорите это так, а то этак, так почему вы не можете создать жизнь? Все необходимые для этого компоненты солнечный свет, земля, вода, воздух, огонь, а также другие составляющие, из которых Бог творит жизнь, имеются в вашем распоряжении. Если вы выше Бога, почему вам не удается создать хоть что-нибудь? Какой смысл в ваших разговорах, если вы не можете создать жизнь? Не в ваших силах также предотвратить старость, болезни и смерть? Ваше рассуждение пустая болтовня, вы ничего не можете, но несмотря на это продолжаете утверждать, что жизнь произошла из химических веществ. Вы просто разглагольствующий ученый, а я ученый практик. Возьмите любые вещества и избавьте себя от старости, болезни и смерти. Я просил вас создать яйцо. Где оно? Курица и та лучшей ученой, чем вы, потому что она несет яйца и через месяц производит на свет цыплят. Вы не можете тягаться даже с курицей. Куры создают жизнь, а вы не способны ни на что, кроме пустословия. Ваш в служении Кришне Хамсадута с вами. Доктор Кавур, приглашенный на публичную встречу с просьбой продемонстрировать свою способность создавать жизнь, отклонил это приглашение, сказав, что не обязан демонстрировать создание жизни, пока сам Бог не явится лично и не продемонстрирует то же самое. Газета Сэнди Таймс опубликовала заметку об этом под заголовком «Посрамленный Кавур перекладывает с себя ответственность». После этого Хамсадута с вами послал доктору Кавуру свое последнее письмо. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» Хамсадута С вами доктору Кавуру 21 сентября 1977 года Шри-Ланка Дорогой доктор Кавур Вы хотели поставить себя выше Бога но как справедливо отметила газета преданные Бога нанесли вам поражение Я уверен что и читатели знают теперь о том что представляет собой теория возникновения жизни из химических веществ Возможно вам интересно будет узнать что вы являетесь первым так называемым ученым в мире которому был брошен официальный вызов от имени Искон и вы первый в мире ученый публично разоблаченной прессой Случай с вами поворотный момент в истории Поскольку в большинстве духовных общин духовная жизнь давным-давно замерла в наше время практически никто не в состоянии должным образом отстаивать теистические позиции Однако международное общество сознания Кришны проповедует юго-дхарму истинную научно обоснованную религию нашего времени Его члены совершенным образом следуют сами и обучают других принципам ведической религии Разумеется каждое религиозное движение претендует на истинность но мы должны уметь отличать истинное от ложного Ваш недостаток в том что неоднократно столкнувшись с обманом маскирующимся под духовность вы сделали преждевременный вывод о том что все религии лживы Вам хочется заклеймить Бога и религию огульно называя все это обманом но чтобы понять что такое обман надо знать истину а ее то вы как раз и не знаете я не говорю что все ученые мошенники но настаиваю на том что вы как и любой другой кто будет утверждать что жизнь произошла из инертной материи несомненно мошенник фактически вы являетесь и тем и другим поскольку упрямо цепляетесь за утверждение что жизнь произошла из химических соединений в чем отличие вашей теории от теории алхимиков которые пытались хотя и безуспешно создать золото из реактивов современные ученые насмехаются над алхимиками и в то же время собираются создать из химических соединений жизнь разве это не верх невежество я все еще готов принять факт возникновения жизни из химических соединений если вы приведете доказательства сотворя жизнь из химических реагентов сейчас ваша жизнь подходит к концу и в момент смерти когда посланцы смерти придут за вашей душой вы может быть вспомните это и все поймете но будет слишком поздно потому что вас беспомощного заставят родиться вновь чтобы опять вести борьбу за существование сражаясь с рождением старостью и болезнями но тот кто повторяет Харе Кришна может избежать этой отчаянной борьбы хотелось бы надеяться что вы последуете этому совету Хамсадута с вами послесловие доктор Абрахам Кавур умер 18 сентября 1978 года на Шри-Ланке несмотря на то что он лечился от рака причиной смерти как было установлено явилась сердечная недостаточность по ту сторону рождения и смерти познание познание себя о потомок бхараты воплощенный в теле вечен и его невозможно убить поэтому не стоит скорбеть ни о ком бхараты 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 самое первое что необходимо сделать тому кто вступил на путь самоосознания это отличить себя от своего тела очень важно чтобы каждый кто хочет выйти из-под власти смерти и войти в духовный мир понимал я не тело а духовная душа но мало просто сказать я не тело надо действительно осознать это что не так просто как может показаться на первый взгляд несмотря на то что мы не тело а чистое сознание так или иначе мы попали в клетку тела если мы действительно хотим счастье и независимости над которыми невластна смерть то должны вернуться в свое изначальное состояние то есть стать чистым сознанием и всегда пребывать в нем мы отождествляем себя с телом поэтому наши представления о счастье подобны представлениям человека находящегося в бреду некоторые философы утверждают что для того чтобы выйти из бредового состояния отождествления себя с телом необходимо отказаться от любой деятельности они утверждают что мы должны прекратить всякую материальную деятельность так как она является для нас источником страданий верхом совершенства они считают состояние напоминающее буддийскую нирвану в котором живое существо прекращает всякую деятельность Будда говорил что тело возникает вследствие соединения материальных элементов если каким-либо образом отделить их друг от друга то причина страдания будет устранена если сборщик налогов слишком докучает нам из-за того что мы владеем большим домом то можно разрушить дом и это будет выходом из положения однако Бхагавадгита утверждает что материальное тело это не самое главное за этим соединением материальных элементов стоит душа ее присутствие можно обнаружить по наличию сознания существование сознания нельзя отрицать тело не имеющее сознание мертво когда сознание покидает тело рот уже не может говорить глаза видеть уши слышать это ясно и ребенку сознание совершенно необходимо для того чтобы тело было живым это неоспоримый факт так что же такое сознание подобно тому как тепло или дым указывает на присутствие огня наличие сознания свидетельствует о присутствии души энергия души я живого существа проявляется в форме сознания по сути дела по наличию сознания можно судить о присутствии души этому учит не только Бхагавадгита на этом сходятся все ведические описания имперсоналисты последователи Шанкарачарии так же как и вайшнавы стоящие в цепи ученической преемственности начинающиеся с Господа Шри Кришны признают существование души буддийские же философы отрицают его буддисты утверждают что сознание возникает на определенном этапе в результате соединения материальных элементов но тот факт что имея в своем распоряжении все материальные элементы мы тем не менее не можем воспроизвести сознание доказывает несостоятельность этого утверждения тело мертвого человека содержит в себе все материальные элементы однако мы не можем привести его в сознание наше тело отличается от машины когда какая-то деталь машины выходит из строя ее можно заменить другой и машина вновь заработает но когда выходит из строя тело и сознание покидает его нельзя заменить сломавшуюся деталь и вернуть тело сознание душа душа отлично от тела и тело живет только до тех пор пока душа находится в нем но если в теле нет души его невозможно оживить мы отрицаем существование души на том основании что не можем увидеть или ощутить ее с помощью своих грубых чувств но на самом деле существует много того чего мы не можем видеть мы не можем видеть воздух радиоволны или звук из-за ограниченности возможностей наших чувств не можем разглядеть крошечную бактерию но это вовсе не значит что ничего этого не существует с помощью микроскопа и других приборов можно обнаружить многое из того что раньше было недоступно восприятию несовершенных чувств поэтому мы не имеем права делать вывод что души не существует на том только основании что не можем увидеть ее имеющую размеры атома не с помощью органов чувств не с помощью приборов на самом деле ее присутствие можно обнаружить по внешним признакам шри кришна объясняет в бхагавадгите что причиной всех наших страданий является то что мы отождествляем себя с телом о сын кунти постоянная смена жары и холода приход и уход счастье и несчастье подобны приходу и уходу зимы и лета источник всего этого чувственное восприятие о потомок бхараты и нужно научиться терпеливо переносить эти перемены не утрачивая душевного равновесия в летнее время соприкосновение с водой доставляет нам удовольствие но зимой мы держимся от нее как можно дальше потому что она слишком холодна и в том и в другом случае вода остается водой но ее соприкосновение с телом может доставлять как удовольствие так и страдания все ощущения горя и счастья связаны с телом в одних условиях тело и ум ощущает счастье в других страдания на самом деле мы стремимся к счастью потому что счастье естественное состояние души душа неотъемлемая часть верховного существа который является по своей природе сачит ананда виграхой воплощенным знанием блаженством и вечностью уже само имя кришна отнюдь не сектантское по смыслу означает величайшее наслаждение криш значит величайший она наслаждение кришна это олицетворенное наслаждение и потому мы будучи его неотъемлемыми частицами тоже жаждем наслаждения капля океанской воды обладает теми же свойствами что и сам океан так и мы обладаем теми же энергетическими свойствами что и всевышний несмотря на то что мы всего навсего ничтожно малые частицы высшего целого атомарная душа несмотря на свои крошечные размеры приводит в движение все тело давая ему возможность выполнять самую разнообразную деятельность в мире возведены бесчисленные города проложены шоссе построены мосты огромное здание памятники созданы великие культуры но кто создал все это все это было создано ничтожно малой духовной искрой находящейся внутри тела и если ничтожная малая духовная искра способна создавать такие замечательные вещи нельзя даже и представить себе что может совершить высшее духовное целое желание обладать качествами целого знанием блаженством и вечностью естественно для крошечной духовной искры но осуществлению этого желания препятствует материальное тело о том как осуществить желание души говорится в Бхагавадгите сейчас мы пытаемся обрести бессмертие блаженство и знания с помощью несовершенного орудия приблизиться к этим целям нам не дает материальное тело поэтому мы должны осознать что наше бытие не зависит от тела однако теоретического знания о том что мы отличны от тела еще недостаточно мы должны всегда чувствовать себя независимыми от тела и быть его хозяевами а не слугами если мы хорошо знаем как управлять автомобилем то он сослужит нам хорошую службу если же нет то езда на нем будет опасно тело состоит из органов чувств а чувства всегда хотят наслаждаться объектами чувств глаза видят красивого человека и говорят нам о вон там красивая девушка или красивый юноша пойдем посмотрим уши говорят нам о какая прекрасная музыка пойдем послушаем язык говорит о я знаю один замечательный ресторан где так вкусно кормят пойдем туда так чувства раздирают нас в разная сторона запутывая избивая с толку как сильный ветер может унести лодку так и одно единственное чувство стоит ему овладеть человеком способно отнять у него разум бхагавадгита учиться управлять своими чувствами должен каждый тому кто научился властвовать над своими чувствами присваивается титул госвами го означает чувство а с вами повелитель таким образом тот кто владеет своими чувствами должен считаться госвами кришна объясняет что пока человек отождествляет себя с иллюзорным материальным телом он не способен обрести свое истинное я осознав себя духовной душой телесные наслаждения приходящие и опьяняют человека фактически мы даже не можем по-настоящему наслаждаться так быстро это наслаждение проходит подлинное наслаждение это наслаждение которое испытывает душа а не тело и потому нужно построить свою жизнь так чтобы чувственное наслаждение не отвлекали нашего внимания если что-то отвлекает наше внимание мы не сможем сосредоточить его на своем истинном я трансцендентном к телу в умах тех кто слишком привязан к чувственным наслаждениям и материальному богатству и сбит этим с толку никогда не возникает решение целиком посвятить себя преданному служению верховному господу в ведах говорится о трех гунах материальной природы о Арджуна освободись от влияния этих гун стань трансцендентным к ним избавься от двойственности и всех тревог связанных со стремлением к наживе и безопасному существованию и утвердись и утвердись в своем я Бхагавадгита Слово веда переводится как книга знания есть много книг знания которые различны в разных странах обществах у разных народов и так далее в Индии книгами знания считают веды на западе это ветхий и новый завет мусульмане признают Коран каково же предназначение всех этих книг знания они существуют для того чтобы помочь нам осознать себя чистой душой их предназначение ограничить материальную деятельность рамками определенных правил и запретов которые называют моральным кодексом в библии к примеру есть десять заповедей которые должны упорядочить нашу жизнь для того чтобы достичь высшего совершенства необходимо научиться управлять своим телом не следуя регулирующим принципам мы не сможем достичь совершенства в жизни регулирующие принципы могут различаться в разных странах или священных писаниях но это не так уж важно поскольку они вводились с учетом особенностей времени обстоятельств и склада ума людей однако сам принцип упорядочения жизни остается неизменным это можно сравнить с законами принимаемыми правительством которым должны подчиняться все жители данной страны без законов невозможно не управлять государством не развивать культуру общества в процитированном стихе Шри Кришна говорит Арджуне что регулирующие принципы содержащиеся в ведах предназначены для того чтобы можно было управлять тремя гунами материальной природы благостью страстью и невежеством однако Кришна советует Арджуне вернуться в свое изначальное чистое состояние духовной души трансцендентной к двойственностям материального мира как мы уже говорили эти проявления двойственности ощущения жары и холода удовольствия и боли возникает в результате соприкосновения чувств с их объектами другими словами причиной их возникновения является то что мы отождествляем себя с телом Кришна утверждает что слова вет обещающие райские наслаждения тому кто совершает жертвоприношения и ведет упорядоченную жизнь увлекают людей привязанных к наслаждениям и любящих власть право на наслаждение наше неотъемлемое право поскольку такова природа духовной души но ошибка духовной души в том что она пытается наслаждаться материальными объектами здесь все ищут наслаждение в материальном и по мере своих возможностей накапливают знания одни становятся химиками или физиками другие политиками художниками или кем-нибудь еще каждый знает обо всем понемногу или все о чем-нибудь одном это обычно называют знанием но когда мы покидаем тело всему этому знанию приходит конец в предыдущей жизни человек мог иметь огромное познание но в этой жизни он вынужден начинать все сначала и снова ходить в школу учиться читать и писать мы начисто забываем все что знали в своей прошлой жизни на самом деле мы ищем неприходящего знания но его невозможно обрести с помощью материального тела все мы стараемся получить наслаждение с помощью своего тела однако плотское наслаждение нельзя назвать подлинным наслаждением оно противоестественно мы должны понять что пока у нас сохраняется желание испытывать эти противоестественные наслаждения мы не сможем вернуться в свое изначальное состояние неприходящего блаженства пребывание пребывание в теле нужно считать болезненным состоянием живого существа больной человек не может по-настоящему наслаждаться к примеру человеку заболевшему желтухой леденец покажется горьким однако здоровый человек может ощутить его сладость и в том и в другом случае леденец остается леденцом но в зависимости от своего состояния мы по-разному воспринимаем его вкус и до тех пор пока мы не излечимся от этой болезни отождествления себя с телом мы не сможем почувствовать сладость духовной жизни более того она покажется нам горькой на вкус те кто все больше и больше предаются материальным удовольствием только усугубляют свою болезнь человеку заболевшему брюшным тифом твердая пища противопоказана если кто-то даст ему такую пищу чтобы он насладился ею и он будет есть ее то этим он только ухудшит свое состояние подвергая опасности свою жизнь тот кто действительно хочет избавиться от страданий должен свести к минимуму потребности своего тела и плотские удовольствия на самом деле материальное наслаждение вообще нельзя считать наслаждением истинное наслаждение никогда не прекращается в махабхарате есть стих в котором говорится о том что йоги то есть те кто пытается подняться на духовный уровень испытывают настоящее наслаждение и их наслаждение неприходящее это объясняется тем что источником их наслаждения является верховный наслаждающийся Шри Кришна истинный наслаждающийся Бхагаван Шри Кришна это подтверждается в Бхагавадгите Мудрецы знающие что в конечном счете лишь я наслаждаюсь всеми жертвоприношениями и плодами всех аскез что я верховный господь всех планет и полубогов благодетель и доброжелатель всех живых существ избавляются от всех страданий присущих материальному существованию Бога означает наслаждение и мы сможем испытать подлинное наслаждение только тогда когда поймем что по своему положению мы доставляющие наслаждение истинный наслаждающийся верховный господь мы же те кто доставляет ему наслаждение примером таких взаимоотношений в материальном мире служат отношения между мужем и женой муж считается наслаждающимся а жена доставляющие наслаждение пуруша пуруша то есть дух это субъект а прокрити природа объект однако получают наслаждение оба и муж и жена когда они действительно испытывают наслаждение нельзя сказать что муж получает большее удовольствие чем жена хотя мужчина занимает господствующее положение а женщина подчиненная эта граница стирается когда они испытывают наслаждение по большому счету ни одно живое существо не является наслаждающимся бог распространил себя во многих и мы представляем собой эти его экспансии бог один и только один но он захотел стать многими для того чтобы наслаждаться по своему опыту мы знаем что сидеть в одиночестве и разговаривать с самим собой небольшое удовольствие но когда собираются пять человек мы получаем удовольствие от разговора а когда нам предоставляется возможность говорить о Кришне перед огромными аудиториями то с этим наслаждением ничто не может сравниться наслаждение подразумевает разнообразие бог стал многими для того чтобы наслаждаться и следовательно наше дело доставлять ему наслаждение это наше изначальное положение с этой целью мы были сотворены и наслаждающийся и доставляющие наслаждение обладают сознанием однако сознание доставляющего наслаждения подчинено сознанию наслаждающегося но несмотря на то что Кришна наслаждающийся а мы доставляющие наслаждение каждый обладает способностью испытывать наслаждение однако истинное наслаждение мы можем испытывать только тогда когда принимаем участие в наслаждениях бога мы не можем наслаждаться независимо от него на физическом уровне во многих местах Бхагавадгиты дается совет избегать материальных плотских наслаждений о сын Кунти постоянная смена жары и холода приход и уход счастье и несчастье подобны приходу и уходу зимы и лета источник всего этого чувственное восприятие о потомок Бхараты и нужно научиться терпеливо переносить эти перемены не утрачивая душевного равновесия грубое физическое тело возникает в результате взаимодействия Гун материальной природы и обречено на уничтожение гибнет только тело неуничтожимого неподдающегося измерению и вечного живого существа поэтому сражайся о потомок Бхараты Бхагавадгита вот почему Шри Кришна советует нам подняться над плотскими представлениями осуществований и начать жить подлинной духовной жизнью если воплощенный в силах превзойти эти три гуны благость страсть и невежество он сможет избавиться от рождения смерти старости и всех связанных с ними страданий и испить напиток бессмертия даже в этой жизни Бхагавадгита чтобы подняться на чистый духовный уровень Брахмахпхоты возвысившись над тремя гунами мы должны прибегнуть к методу сознания Кришны этому способствует повторение имен Кришны Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Ари Раму Хари Раму 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 Хари Хари которое подарил нам Чайтане Махапрабу этот метод называется Бхакти-йогой или Мантра-йогой и к нему прибегают лучшие из трансценденталистов о том как они осознают себя находящими по ту сторону рождения и смерти вне материального тела и переносится из материального мира в духовный говорится в последующих главах Уважаемые радиослушатели продолжение чтения книги его божественной милости Бхакти-Виданте с вами Прабхупады Жизнь происходит из жизни Дорогие радиослушатели мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхакти-Виданте с вами Прабхупады жизнь происходит из жизни Возвышение в момент смерти Есть несколько разновидностей трансценденталистов которых называют йогами хатха-йоги джнана-йоги тана-йоги и бхакти-йоги и всем им открыт доступ в духовный мир Слово йога означает связывать и системы йоги предназначены для того чтобы мы могли установить связь с трансцендентным миром Как уже упоминалось в предыдущей главе изначально мы все связаны с Верховным Господом но сейчас мы осквернены соприкосновением с материей Наша задача состоит в том чтобы вернуться в духовный мир и метод установления связи с ним называется йогой Другое значение слова йога плюс В настоящее время мы так сказать минус Бог то есть лишены Всевышнего Когда мы прибавляем Кришну Бога к своей жизни наша жизнь в человеческом теле становится совершенной К моменту смерти мы должны завершить этот процесс самосовершенствования метод позволяющий нам приблизиться к совершенству необходимо практиковать на протяжении всей своей жизни так чтобы в момент смерти когда нам придется покинуть материальное тело мы могли достичь этого совершенства Тот кто в момент смерти собирает жизненный воздух между бровей и со всей преданностью сосредоточивает свои мысли на верховном Господе несомненно достигнет верховной личности Бога Багавадгита Студент в течение четырех или пяти лет изучает какой-нибудь предмет затем сдает экзамен и получает ученую степень также обстоит дело с предметом которым является наша жизнь если мы на протяжении всей жизни готовимся к экзамену который нам предстоит держать в момент смерти и выдерживаем этот экзамен то переносимся в духовный мир в момент смерти проверяется вся наша жизнь какую бы форму существования не вспомнил человек покидая тело эту форму он и получит есть бенгальская пословица гласящая все что делал человек для своего совершенствования будет проверено в момент смерти в Багавадгите Кришна рассказывает о том что нужно делать оставляя тело обращаясь к Яна йогам тем кто занимается медитацией Шри Кришна говорит следующее великие мудрецы принявшие отреченный образ жизни сведущие в ведах и произносящие омкару входят в Брахман во имя того чтобы достичь такого совершенства они дают обет безбрачия теперь я опишу тебе этот метод при помощи которого можно обрести спасение Состояние йоги это состояние отрешенности от всякой деятельности чувств закрыв все двери чувств и сосредоточив ум на сердце а воздух жизни в верхней части головы человек утверждается в йоге бхагавадгита в системе йоги этот процесс называется пратяхарой что означает прямо противоположное хотя в течение всей жизни мы созерцаем земную красоту во время смерти нужно отвлечь чувства от их объектов и созерцать красоту внутри аналогично таким образом наши уши тоже привыкли слушать звуки которыми наполнен мир но в момент смерти нужно слушать ом-кару трансцендентный звук звучащий внутри человек пребывающий в состоянии йоги произносящий священный слог ом высшие сочетания букв и думающий о верховной личности бога в момент расставания с телом несомненно достигнет духовных планет бхагавадгита таким образом необходимо прекратить всякую внешнюю деятельность чувств и использовать все их чтобы сосредоточиться на форме вишну мурти форме бога ум очень беспокоен но его необходимо сосредоточить на господи пребывающем в сердце когда ум человека сосредоточен на сердце а воздух жизни поднят верхнюю часть головы он может достичь совершенства йоги в этот момент йог решает куда ему направиться в материальной вселенной есть бесчисленное множество планет а за пределами этой вселенной находится духовная вселенная йоги знают об этих планетах из ведических писаний перед тем как ехать в Америку человек уже может составить себе некоторое представление об этой стране читая книги о ней также и о духовных планетах можно узнать читая ведические писания йог знает все эти планеты по описаниям содержащимся в ведической литературе и по своему выбору может перенестись на любую планету без помощи космического корабля космическое путешествие с помощью механических средств нельзя считать приемлемым методом возвышения на другие планеты может быть несколько человек ценой огромных затрат времени денег и сил смогут достичь других планет с помощью материальных средств космических кораблей скафандров и так далее но это очень трудоемкий и непрактичный способ но в любом случае с помощью механических средств невозможно выйти за пределы материальной вселенной общепризнанными методами достижениями высших планет являются медитационная йога и джнана однако метод бхакти-йоги практикуют не для того чтобы перенестись на какую-либо материальную планету тех кто служит кришне верховному господу не интересуют планеты материального мира так как они знают что на какую бы планету в материальном царстве они не попали везде живые существа рождаются старятся страдают от болезней и умирают на высших планетах продолжительность жизни может быть больше чем на земле но и там живые существа смертны под материальной вселенной мы подразумеваем те планеты где все живое рождается старится страдает от болезней и умирает а под духовной вселенной планеты где никто не рождается не старится не страдает от болезней и не умирает разумные люди не пытаются подняться ни на одну из планет находящихся в пределах материальной вселенной Того, кто пытается достичь высших планет с помощью механических средств, ожидает мгновенная смерть, так как тело не вынесет такой резкой перемены атмосферы. Но если он попытается подняться на высшие планеты с помощью практики ягической медитации, то получит для этого соответствующее тело. Это можно видеть и на земле. Мы не можем жить в воде, так же, как и обитатели вод не могут жить на суше. Даже на этой планете, чтобы жить в определенном месте, необходимо обладать телом определенного типа. Поэтому мы должны понять, что для жизни на других планетах требуется определенный тип тела. На высших планетах продолжительность жизни тела намного больше, чем на земле, так как один день на высших планетах равен шести земным месяцам. В ведах говорится, что обитатели высших планет живут более десяти тысяч земных лет. И все же, несмотря на такую продолжительность жизни, и на этих планетах никто не может избежать смерти. Даже если кто-то живет двадцать тысяч, пятьдесят тысяч или даже несколько миллионов лет, все равно срок нашей жизни отмерен и смерть неизбежна. Как же можно выйти из-под власти смерти? Этому учит Бхагавадгита. Душа не знает ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала и никогда не прекратит своего существования. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не погибает, когда гибнет тело. Бхагавадгита. Мы духовные души и потому вечны. Но тогда почему мы рождаемся и умираем? Того, кто задает этот вопрос, нужно считать разумным человеком. А те, кто осознает Кришну, самые разумные из людей, потому что не стремятся достичь планет, где их ждет смерть. Они отказываются от долгой жизни ради того, чтобы получить тело, подобное телу Бога. Покинув материальное тело и перенесясь в духовный мир, на Кришналоку, планету Кришны или какую-либо другую духовную планету, мы получим тело Са-Чи-Тананда. Таким образом, те, кто находится в сознании Кришны, и те, кто пытается подняться на высшие планеты материального мира, ставят перед собой разные цели. Я, то есть душа человека, ничтожно малая духовная искра. Считается, что йог достигает совершенства, когда перемещает эту духовную искру в верхнюю часть головы. Добившись этого, йог может перенестись на любую планету материального мира по своему выбору. Если йог хочет узнать, что представляет собой Луна, он может перенестись на эту планету. Если же его интересуют высшие планеты, то он может перенестись туда. Он может это сделать с той же легкостью, с какой путешественники могут полететь в Нью-Йорк, Канаду или любые другие города и страны. В какой бы уголок Земли человек ни поехал, он обнаружит, что везде действует одна и та же система виз и таможенных досмотров. Точно так же можно убедиться, что на всех материальных планетах действуют одни и те же законы. Все живые существа рождаются, старятся, страдают от болезней и умирают. В момент смерти йог произносит слог Ом, Ом-Кару, звук, представляющий собой трансцендентную звуковую вибрацию в сжатом виде. Если, произнося эту мантру, йог помнит о Кришне, Вишну, то он достигает высшей цели. Это и есть метод йоги — сосредоточивать ум на Вишну. Имперсоналисты мысленно представляют себе Верховного Господа в той или иной форме. Персоналисты же не рисуют в уме Его образ, они воочию видят Его. Но не имеет значения, представляете ли вы Его форму или на самом деле видите Ее. Главное — сосредоточить ум на личностной форме Кришны. Кто всегда помнит обо Мне, не отвлекаясь ни на что другое, тому, о Сын Притхи, легко Меня достигнуть, поскольку Он постоянно занят преданным служением Мне. Бхагавадгита Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхагдивиданты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Продолжение следует...